Добрый вечер, дорогие друзья! Очень приятно, что мы с такого насыщенного океана. Мы все равно вместе, мы все устали. Мне трудно назвать то, что сейчас будет происходить в лекции, это скорее мне хочется своими детальными друзьями, новыми друзьями акцентированно поделиться впечатлениями не только от конкурса и тех людей, которые мы слышали сегодня, а выявить некую основную телу. Я постараюсь не растекаться на другие тела, хотя может повести. У нас удивительно талантливые дети, и у нас удивительно увлеченные педагоги и увлеченные родители. И благодаря этому дети играют, дети нацелены играют и увлечены, и результат достойный. Мне хотелось бы сегодня, не в лекции, а именно... Поговорить о конкретной такой, в общем, проблеме. Проблеме, которая имеет место. Я говорю о немногу раз и буду говорить еще очень много раз, потому что из конкурса в конкурс, это один и тот же элемент, который встречается. Этот элемент, этот тиранда. Тиранда звучит... Вот это и будет тема нашей встречи. Это острое звучание тиранда. Конечно, мне, как у гитариста, которому довелось общаться с друзьями, коллегами и гитаристами, сразу будете вцепиться в гитару и начать с углов, как извечь то тиранда, которое хотелось бы извечь. Но до этого, да, хочется немножко абстрагироваться на технологии. Дети, совсем не маленькие дети, взрослые, студенты, академии, например. Исполнитель, неважно какого он рода, играет тем тиранда, да, то есть тем звукоизлечением, да, без опоры тиранда, которое его устраивает. Человек не будет делать себе больно. Если ему не больно, значит все хорошо. И вот эта острая тиранда, да, в чем проблема? Проблема в том, что это не получается, не получается. В баске было, скажем, конкурсом было 200 участников, и из 15 вариантов во всех категориях приличная тиранда округлая было, может быть, из 15 вариантов у одного или двух. Мы еще не прослушали абсолютно всех, но картина, так как общего уровня, хорошая, приличная, но картина в общем рисунке все равно похожая в отношении тиранда. Тиранда острая. Ди рут. Ди рут. Ди рут. И вот это ди рут вызывает желание поправить и поменять вот эта острая тиранда, вот эта острая ди рут, очень сложно. На тиранда… Нет, не могу, больно и тяжело. А им, вот кто играет острый, им не больно, то вот и проблема. Причем, это округлая тиранда, она не обязательно… У меня тут такая тенденция, может быть, у кого-то, кто-то чувствует, что оно у него острое. Знаю, что за это можно по шапке получить, но, грубо говоря. И он допрыгнул сюда, в рифу уходит, так как, вы знаете, хочет прикрыться этим листочком. Как бы я эти дни остро играю. Но на самом деле, вот эта округлая тиранда, оно… Где бы мы ни играли по отношению к подставке, совсем был разеркнутый. Или даже на гриле. Или более себе блистым тоном у подставки. А оно все равно округлое. Это как Гитман, вот, Александр Павлович Гитман, известный педагог. Это, вот, в звуковом смысле, как бы как хлеб насущный. Если он есть, то он везде будет звучать и тут, и здесь. Но если его нет, и получается вот так, то даже попытка его как бы спрятать, вот эта, но она выглядит как бы не так больно, не так противно. Почему противно? А если надо будет где-то врезать, а так, а музыку обязательно тогда отводите, то люди качественно врезать не могут. Потому что тиранда острая. И вот об этом хочется говорить. в начале с позиции, вот, психологической. Вот, недавно в звуковском были мастер-классы. И играли детки. Такие детки музыкальные, такие хорошие. И все опять, как у вас тирана. Мы бросили пьесу. Мы не занимались пьесой практически. Потому что педагог, кстати, пьесой занимался, там пьесой занимался. И так хорошо. Там была ясность какая-то, мышление. И стилистически было хорошо. А тиранда, ну, никуда не надеялась. Мы практически все время занимались, например, играть бачом и по открытой стороне бачом, по открытой стороне бачом, Это много-много раз. И перед тем, как говорить вот о природе острого тиранда и о природе округлого тиранда, Дети отлично слышат. Вот он. Противный. Вот он округлый. Вот тогда мы с ней его пару раз в друге прилично. Вот. И я видел, что она ориентировалась не на «Давай-ка там у левой стороной ногтя и ладони, и получится тот самый звук». Она все это делала. Но она хотела услышать этот тон. Это как бы исходило отсюда. Вот это приобретение желания услышать округлый тон. Он может быть разный. Может быть, будет серебряный. Может быть, будет серебряный. Может быть, там, «Джулианин», где-нибудь в финале «Гранд-Дональтер». А может быть, не знаю, в мелодии Кошкина более матовый, более закрытый, такой темный. Но это не важно. Он округлый. И надо пожелать его услышать. И когда вот это желание приобретается, вся технология, которую мы сейчас, ну, как большая часть времени мы там этому посредим, как это извлекать, она начинает как-то очень импульсивно концентрироваться и давать результат. Если идти по пути, я шел в этом пути, в технологии в чистом виде, вот как мы берем, да, делаем то-то, 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 то-то. Есть результат? Есть. Улучшение получается вот примерно настолько. Причем даже смотришь на руку и думаешь, вроде внешне похоже, а звучишь не то. Даже близко не звучит. Хотя внешне у тебя та девушка, а любви нет. нет, да, нет этого тона. Веду я к тому, чтобы воспитать отвращение к острому тону. Потому что когда это отвращение, как правило, нет, не могу, да, что это такое. И на поле желание услышать и изменить, когда вот эти два момента появятся, дело будет двигаться быстро. Если же, ну, как бы вообще этим не заниматься, то как бы сам звук не построился ниоткуда. Вот этот психологический момент, да, очень важен, и здесь очень важно, как, как сам педагог. В конце концов, дети смотрят на мир, да, глазами своих родителей, да. Если родители умеют радоваться, да, не важно сколько денег, не важно, просто умеют радоваться и дети умеют радоваться. Если родители вот этим, то все плохо, все плохо. И дети в конце концов тоже будут, все плохо, все плохо. Если педагог вот, вот он его слышит, он его любит и нацеливает дитё, и дитё будет это слышать и желать извлечь. Если педагога устраивает вот этот острый тон, я очень много раз видел такую ситуацию на конкурсах, на самых разных конкурсах. Великолепная работа с музыкой, не всегда, но, в большинстве, очень, очень живо играет ребенок, ясно играет и так далее. Я не знаю, кто его педагог, но глазами его выходить в зале довольно просто. Обычно этот педагог играет вместе с ребенком, он вместе с ним танцует и дирижирует. Мастер-мастер. И я как раз видел, когда очень музыкально играет ребенок, очень ярко, отвратительным звуком, ужасным совершенно. Очень депераментно и живо, педагог весь в музыкантских задачах, здесь ему чистые хвала, и видно, что сам педагог совершенно не реагирует на то выигралово, которое происходит. И здесь я хочу делать акцент. Вот я считаю, и они не были людей, которые народился какой-то талантливый, музыкантские, да, они могут быть более живые и так далее. Но что касается звука, это выделка, это то, что дает школа, то, что дает педагог. Вот, и что здесь происходит? Хочу сначала броситься в пример, а потом уже погрузиться в технологию. Ко мне поступил мальчик, очень живой, очень живой и грешный вот этим местом острыми звуками. Не стопроцентно острая тиранда, но очень много такого звукового брака. Мы говорили, об этом говорили, говорили о технологии, о том, о том, о том, о том и о том, о том и о том, о том и о том. Как это делать. Он очень живой и очень много занимается, очень-то очень тонно, тот-то он не хочет, но другой. Я уехал на гастроли, дней на 10. Приехал, и он не играет. И опять, опять, просто не думал. Я думаю, чуть-чуть от него лучшеество. И опять на него упали. Я слушаю, думаю, что ж такое? Думаю, ничего не скажу. Пусть он мне всё расскажет. А я ему ничего не скажу. Интересно, а как он сам-то реагирует? Говорю, ну, расскажите. Как вы сейчас собираетесь? И он мне говорит, знаете, вот здесь не так, и то, он очень был к себе с кров. И это, и то, и пятое, и десятое, вот здесь у меня прикатур, здесь у меня решение ясное. Вот я хотел бы советовать, потому что неудобно, пробелась фраза про звук. И сказал мне ни слова, ни слова. А почему? Потому что у него всё хорошо было в этом смысле, и его ничего не покоробило. И когда мы стали с ним, вот, вот, именно с позиции, не отрицая технологии, отношения с позиции, вот, ну, это же невозможно, да? Потому что одно дело, они понимают, а, ну да, это плохо. Мы знаем это. Мы знаем, что, что это, как бы, ну, плохо, как раз, это плохо. Ну, мы знаем, что это плохо. Но, ну, как раз, если созвук не высокоит тоже история. Чтобы это было не на уровне понимания, а на уровне, не могу, да? Как это в фильме «Вместе с вчителей не запомните», когда их всех поймали банку, провожать, не хочу, да? звуку плохого и здесь очень важно аккуратными с наращиванием программ трудностей уровней если у нас элемент требует отдельного внимания а если при этом базовая тиранда не сделано который потихонечку 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 нужно входить его кровь и плод мышечной памяти главное в желании теперь о природе острого звука округлого как происходит происходит большинстве конкурсов включая наши чисто технологические что что часто сейчас чуть меньше очень часто пытаются заменить дать тиранда заменить опаянда потому что опаянда звучит глубоко а тиранда звучит плохо надо что звучало хорошо поэтому мы будем стараться играть опаянда от чего там получается и от чего выражается такая ложная концепция что почти стопроцентно неужели что происходит опаянда в момент извлечения само извлечения самое извлечение сам срыв происходит в гитару при неумелом тирандах звук вот то что у них все время двигается наверх из гитары и вот здесь то есть нам надо научиться чтобы тиранда так ужасно не отличалась отличалась от опаянда чтобы они стали они все будут разные но каждая будет по-сому прекрасно но разницы такой катастрофически не будет что же происходит при тиранда мы как правило в остром тиранда в девяносто девяти случаях из ста за этим стоит вогнутые запястья я уже взял вогнутые запястья как правило степень вогнутых запястья разная такая такое 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 вот так что был купол это большая редкость это просто редкость что же дает нам эта вогнутая неправильная неправильная я не боюсь быть правильным неправильным я не беру себя роль учителя делюсь друзьями и коллегами пережитым что происходит вот мы имеем вот это вогнутые запястья и они играют этим вогнутым запястья как ему чисто физически пальчик может извлечь только вот этим крючочком вот этой вот малой фалангой вот так раз 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 крючочком наверх и имеем мы вот этот самый острый тон это первое такое объективное положение откуда оно технически берется они очень часто не даже сейчас уже очень многих рука ладонь и предплечье лежат на одной линии это уже очень хорошо раньше больше половины играла вот таким образом сейчас мы от этого уходим это прекрасно то есть уже база для хорошего звука создается мы к нему приближаемся но что дает нам вот этот ресурс когда ладонь и предплечье лежат на отравлении то что округлая тиранда извлекается левой стороны ногтя левый мы вроде бы это знаем но они все таки извлекают острием ногтя да вот если посмотрим на что левая сторона правая сторона острием и они извлекают этим острием вот они вогнутые запястья острием звука острием ногтя касается то они извлекают наверх и вот наш участок наш знакомый так вот левая сторона ногтя нам нужна то есть перед тем как сыграть нам надо прикоснуться да так вот к основанию вот этого левый стороны ногтя да практически почти на левую сторону ногтя поставить уже вот пальчик да вот на левую сторону ногтя ставим и уже звук будет округлый уже будет лучше даже звук над запястьем уже будет лучше левая сторона ногтя дальше что же нам дает этот купол зачем он нужен не звучало просто надо так это потому что это хорошо к чему хорошо не понятно дело в том что купол позволяет пальчику играть целиком вот отсюда да сейчас как говорит Гитман когда ты играешь к синему когда ты играешь к симпатичем ты чувствуешь как будто здесь кожа натягивается а зачем это надо то а это надо за тем что что в тот момент когда происходит звукоизвлечение вот если мы касаемся левой стороны ногти когда вот траектория движения пальца целиком направлена в ладонь то есть отсюда всем пальцам в этот момент срыв происходит само звукоизвлечение в гитару и тиранда становится не каким-то антиподом а поярдой противным а становится тиранда в чем-то красивее а поярдой в чем-то я бы сказал рафинированнее но это зависит от музыки это очень-очень-очень важный момент очень ну как бы физически просто купол предплечье и ладонь на одной линии купол и пальчик касания струны я тоже с воздуха очень люблю махать да все-таки вначале мы касаемся мы берем ставим мы готовим подготовку мы поставили вот на эту левую сторону ногти и дальше развлекаем вот сейчас еще ряд моментов важных хочется обговорить но еще раз хочу почихнуть очень важно чтобы за этим стояло если человек устраивает человек перестает ругаться матом если он почувствует что это нехорошо тут люди симпатичны другому а он ближе в роли да вот когда со звуком даже не в отношении людей в отношении самого себя произойдет сразу вся эта технология который это знаете как инструмент человек хочет что-то приобрести у него есть желание а тут он говорит вот у тебя есть левую сторону ногти есть это и весь этот технический арсенал как оружие действует и мы имеем результат если если вот этот арсенал есть желания нет и его как все устраивает так устраивает не поможет не поможет значит в качестве какого небольшой интерведи такая маханька история я ее часто рассказывал наверно кто-то слышал кто-то не слышал даже на встрече друзей можно еще раз сказать значит у меня был студент из одного города очень индивидентный парень у нас не было проблем и недоверие он верил я ему пытался помочь он драл ужасно так драл это был наш самый самый первый прием и парень-то хороший и верит и мы с ним все эти углы и и левая сторона ногтя и траектория пальчика и так мы и стараемся вроде бы чуть чуть лучше дерет страшно и я понимаю что ну конечно он сказал да он не талант что делать такой вот диагноз но если быть до конца честного я что-то не чувствую я что-то не говорю какое-то лекарство не додаю а какое не понимаю и мучились мучились пришел мне с этюдом сорок ко мне и этот этюдом сорок он сыграл ну своему чудовищному тиран играл 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 шел внимательно видно что его он погружен в материал но я не видел боли его лица все хорошо я говорю так ну а теперь скажите что вы услышали ну что я услышал звук несколько грубоват но он в общем мощный и плотный это у меня все стало ясно его все устраивает он извлекает тот звук который он хочет извлечь и проблема на самом деле он верит то мне верит но у него здесь и здесь что-то вообще другое мы как бы вроде как встречаемся в одном простаце одно время одно время живем как бы в разных мирах я говорю ну хорошо я вклеил в этот этюд запись этого же этюда записан хороший тиранда очень приличный тиранда и получился треущественная форма АВА чудовищная тиранда красивый звук и опять чудовищная тиранда но я не стала много про это говорить вот так сейчас я говорю я ему просто ну что это из манипуляции провел метофору и говорю еще раз слушаю опять слушает свой звук и опять его лицо только в очках вижу и не слышит он сидит и раз началась старайшись с красивым звуком я смотрю а за горчок сам мальчика за нервничок я нервничок а потом ты опять плохой и тут он закрылся руками вот так и вот тут я подумал ну так что-то услышал со следующего занятия звук полдругой в принципе мы давно уже не общались со мной семья и дети у меня семья и дети у нас прекрасно слышали но просто давно не общались но уже до конца академии уже до финального экзамена много таких вопросов таких зажимов еще или там чисто аппаратно но этот вопрос в общем-то мы смогли ну улучшили уже серьезно а не чуть-чуть потому что услышал вот это вот это все изобразие и среагировал на него и захотел вот очень захотел захотел а тут вот все наши значит знания ну как знания все эти элементы которые мы говорили пригодились и дальше находясь в этом вопросе что что хочу сказать может быть и такая ситуация предположим левая сторона ногты и слышат что такой у меня тоже был случай и такие это как бы не не самый худший вариант но это не звук звук гитарной красивой вот когда звучит гитара когда тиранда в общем можно так сказать благообразная оно не противное но оно и не классное оно такое есть там гитарист инстантин берегов у которого очень хорош тиран из омска по-моему он с ним на тему тиранда общается а ты знаешь что каждый звук разные эффекты звука можно какими-то буквами звуками-буквами обозначить например плохой тиран дала вот такой самый ц у меня конечно был звук и вместе с тем не острый бывает такой тиранда звук вроде бы он мягкий а основы ядра нет причем я не хочу назвать я боюсь плотный у меня сразу вот этот ручник звук это некая конкретность тона вот кстати если он слушаешь из зала он там играет вторую часть концерта вивальди и так это все красиво и так это ясно звук чудесный мне кажется так все это воздушно вот если рядышком совсем а то все как бы нет вот этого полуседания когда ты угадываешь какие-то скульптурные действия это все как бы это есть вот об этой конкретности хочется как бы поговорить немножко вначале вот как о таком эстетической цели здесь визаж вспоминается встречи я помню синий гитман и отец зафавиш гитман у которого мне впечатлилось целый год регулярно заниматься он сказал понимаешь как-то он сказал ты струбом вот вот тона тона я немножко конкретности иногда тебя не слышу и Аксения его дочь как-то говорит мне знаешь а ты можешь сделать так ну сделай так ну хорошо а теперь ты можешь так с рук пальчиком и например танц не просто давай танц давай давай это у нас такой разговор в городе Чебокса в гостинице там и я прицепился к моему аппарату задела уколола но это была очень полезная встреча значит и вот мы с ней вот это чикарит и вот этот чикарит импульс это не громко и не сильно это импульс это что-то другое это не сильнее и вот это мы переводили в движение вот то самое движение о котором мы говорили да просто его можно же сделать так да просто в пределах я понял чем двигать кстати на самом деле движение проще чем вот эти вот сложные когда они запоминаются от них трудновато навыков отказаться а потом когда мы уже поняли вот че чем возникает вот происходит у нас вот этот памс что дает памс то есть вначале мы конечно ставим на пальчик устро это не свой памс а потом он звук имеет некого слова прикину учисти да он имеет некого слов и такой звук полетит А если вот это вот, оно как бы ничего, но на самом деле это конечно не звук, как Гитмин сказал, ты пожалуйста отличайся звук от шороха, шорох это шорох, потому что очень часто этот шорох, он у многих, в академию поступают дети или там до 8, группа до 15, неважно, это вот часто производится этот шорох. Вот здесь уместно вспомнить, как поет Шаляпин музыку интимно, не иногда он там, а вот народ или это может быть, кажется, что его голос можно прям потрогать, вот он очень явственно это делает. И если гитарист этим импульсом говорит и любит, просто даже на физическом уровне, тогда это качественно. И еще раз хочу сделать акцент, чтобы это не было теорией, потому что я уверен, что многие это слышат, многие это чувствуют. Надо двигаться, есть план, есть программа, есть конкурс, хочется попытаться, там нельзя клауреатство. И как бы вот в этом, в этой спешке репертуарной, вот этот базовый элемент, это очень жалко. Потому что у нас есть очень важное, мы очень отличаемся от, я сейчас говорю, на пафос, перераз до искрения. Мы очень отличаемся от, скажем, тех же немцев, при всей моей любви, уважении и давней группе с ними. Там музыкальная школа уже давно никому ничего не надо. В принципе, не надо, лишь бы мне жалко, исходили бы платили или отлично. Мне сказал друг Енатий Пилич из Симферополя, который генерировался именно в методическом собрании, который занятием по коллективному музицирую. Тогда друг, пять, шесть человек. Енатий надо играть, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Пиши мне сказал, я просто потрясел, Женя, ты можешь себя представлять, вниз, вверх. Я же смотрю, у него ногти на руках, вот тех, того, кто мне это все говорил. Я думаю, что он сам не понимает, но потихоньку так отделал, этого немца. Говорю, а вот насчет того, что просто МИ, например, чередование мальчиков. Знаешь, где-то он как-то засмущался, говорит, ну, извините, у нас какие-то стопы. Надо, чтобы пять-шесть человек сразу что-то заиграли, вот поэтому мы вверх. Вот. У нас есть еще этот ресурс. Хоть платят мало, но наш педагог еще пока шеф. Это очень ценно. И родители все-таки часто ждут результата от нас. И это здорово. Там родители ждут, чтобы отцы... Там, не знаю, ребенка за руку возьмешь. Я в Германии с разруком проблемы. Беру там его палец, его ногтем пытаюсь коснуться. А то мне немцы принесли, сказали, что ребенок был в ужасе, я его коснулся. Это так, потому что у нас это не принято. Ты всегда ешь на этой территории. Вот у нас пока по-другому. Мы нацелены на результат, у нас есть этот ресурс. И хочется увлечь этим тиранда. И здесь надо сказать, вот в пример хочется поставить, пожалуй, Польшу. Я был, сидел в жюри не международного в пользу конкурса, а местного небольшого конкурса. А был город, как он называется. Адам Диска. Ты помнишь? Ну, неважно. Олумонус. Олумонус. Неважно. Это был такой местный небольшой конкурс. Дети играли, ничего, нет ничего такого сверхъестественного. Единственное, что интересно было наблюдать, говорят, вроде бы не по-русски, а внешне похожие данные, и теплодепы какие-то похожие. Ну, пожалуй, это помягче. Наши так помощнее, посильнее, по-огромнее. Эти так помягче. Все-таки какая-то общая теплота, вот, царянская, есть. Но! Звук тиранда. О, много хороших тиранда. Я прям могла пела. Вот этот играет слабо. Этот играет сверенье. Вот этот там... Манта. Она играла здорово. Но, в общем и целом, была очень приличная тиранда. Вот, как бы это носило, в общем, массовый характер. И вот этот купол, и вот это движение, и первая сторона ногтем, и они это слышали. И, кстати, был этот конкурс при ней международности, он был открыт. Приехал один из наших, Беклый. Значит, он, может быть, третье место взял в училищной группе. Надо сказать, он начал играть. Ярко. Может быть, ярче работал. Ярко. Гитара настроена не очень хорошо. Струны старые. Блохо тиранда. Вот это такое, что-то... Знаешь, я так думаю, вот... Чем-то родных не поверил. Но... Он взял место, потому что он был сильный, напористый, пальцы там шевелились. Ну, все-таки это... Это, на самом деле, довольно опасный путь. Ну, здесь это сейчас опять-таки анекдоты в лирике, так и ухожу. У меня была ученица, одна из моих учениц, потом лучше стала. Тем не менее, она ко мне поступила уже таким гауреатом. Гауреатом разных конкурсов. Вот с яркостью и все такое. Острое. У меня было очень плохо. И я видел, я девочек постоянно травмировала. Просто, ну, она привыкла, брала уже, во всю. А тут ей занялись, что, знаете, вот острое, вот острое, вот острое. И она прям... Она не говорила мне, что я на вас обижаюсь. Но я видел, что иногда она, по-моему, уже придумывала причину, чтобы не прийти на занятия, потому что мы опять будем говорить об этом. Опять. Опять. А ведь это такое дело... Здесь надо быть, конечно... С одной стороны, что это как-то тонко, чтобы желание отбить и все такое. А с другой стороны, здесь должна быть определенная такая настойчивость, такая системность. Потому что это просто сказать, и вот он вдруг заиграл, этого не будет. Ни у маленьких, ни у больших. И... Что у нас со временем... Все нормально? А? Все в порядке? И, вы знаете, еще также, уже говоря о правой руке, это... Это... И чуть-чуть ухожу в какую сторону. Но это... Ну, это... Ну, такой, скажем так, собирательный образ разных недочетов, которые на конкурсах, которые в академию поступают, на конкурсах разных, взрослых, детских, средних. Пальчик П. Пальчик П. Вот я как бы опишу некоторые часто встречающиеся в этих моментах. Почему-то пальчик П все время говорит опоянку. Я не говорю... Это безнамеку ставлено на... Но это часто встречается. Вот где можно набирать опоянку? Почему? Почему? Это же нарушает вертикаль. У нас, ну, все-таки чаще в элоде нелегко. В том же случае, если пальчик П, да, играет опоянка, он и так на его стороне вес и вообще земное притяжение, он играет вниз. Он и так мощный. И тут мы еще его укрепляем опоянка. Эта сила, она просто так не берется откуда-то. Она берется за счет чего-то. И МА сразу слабее. В результате мы имеем какую-то раздутую бас-гитару и какие-то дохлые вот эти... дохлые мелодии и все, что наверху звучит некачественно и хило. И главное, сгалансировано. П опоянка в том случае, если это необходимо. Но в большинстве случаев, конечно же, тиранда. Конечно, конечно, тиранда, тиранда, тиранда. Раз. Дальше. Пальчик П, часто, даже при наличии ногтя, играет подушечкой. Даже при наличии ногти на игре А и неумении играть тиранда, при остром тиранда, ну вроде как эти ногти смешные. Пальчик П играет подушечкой. И это тоже момент устраивает, не устраивает. Человек уже к этому привел, и его устраивали. Такой контрабас играет зеленый вечный глицекан. А почему? Начинаешь смотреть на пальчик, ноготь, даже, я бы сказал, не маленький, а какого-нибудь гигантского размера. Но он не участвует в любое значение. Здесь часто даже происходит, я просто вот брал и, значит, касался пальчика. У них даже мозоль на подушечке начинает как-нибудь. Не прямо может мозоль, но вот какой-то бугорок уже начинает нанечаться. Потому что настолько глубоко палец П ставит в струну, А уже есть ногти, нет ногти, не важно, звук гудит, все равно вот такой. Все-таки ближе, ближе, вот туда к кончику подушечки, ближе к ногтям. И дальше я не претендую, я не хочу, потому что я знаю, что руки, может быть, и по-другому. Но меня Александр Дмитриевич Кравыч учил как бы вырастить такой уголок на левой стороне ногтя пальчика П. И вот этим уголочком, да, то есть как бы направляя, не глубоко подушечкой, да, касаясь струны, она ворту все-таки ближе к ногтю и ближе вот к этой левой стороне ногтя. И здесь струна встречается с этим уголочком ногтя, измекается звук. Дальше, очень старая ошибка у нас в Академии очень часто. Эта ошибка не слышна, когда люди играют что-нибудь там интимное, вроде как все им сходят с рук. Стоит им сыграть чуть активней, и мы знаем, как начинать трещать пальчик П. Часто не из-за гитары. А просто потому, что они пальчиком П играют из гитары. И когда это активно и энергично происходит, то лучше возникать трещинку. И не хочу даже пробовать. Ну, мы все это слышим. Много раз. Исключение происходит в инструмент. Вот сам момент взрыва в инструмент. Что значит в инструмент? Не значит, что мы просто сдавливаем, по му, по дому, по дому, по дому, по дому. Такой по диагонали, понятно. Но в инструмент, сам взрыв в инструмент, тогда это будет глубоко. Иногда говоришь, что играете в инструмент, а взрыв в паяна. Да нет, это не опаяна. Тиранда, но в инструмент. Вот в этом очень много. Это касается пальчика П. Очень важный, кто же такой, вот сегодня правая рука. Правая рука, это очень важно. Бывает Осян Камилович, который говорит, Камил Артур Ильич Правович, что он спрашивал, скажите, Женечка, а какая рука говорит музыку? Правая. Через правую мы говорим музыку. И ясно совершенно. Так вот. Что происходит очень часто у деток? И это закрепляется. И вроде они такие милые, и все хорошо, хоть всем это простит. Но один звук, точнее одно звук извлечения, равно, это может быть извлечение, например, бачку И. А то извлечение равно одному прыгу рукой. И, представляете, вся пьеса, далее я это делаю, она состоит из таких прыгков. Сыграл, прыгнул, 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 прыгнул. Мы знаем это очень, да? Все это видели. Видели, не видим. И вот эта попрыгушка, это не просто так. Эта попрыгушка закрепляется. Она запоминается, она входит в так называемую мышечную память. И потом человек так и будет играть этой прыгушкой, если ее не воспитать. Причем воспитать, да, определенным образом. С одной стороны, как бы запястье не находится в этих попрыгушках, с другой стороны, не находится в состоянии жесткой фиксации, когда уже здесь мышцы напряжены. И мы уже не чувствуем пальчиков, а почувствуем какую-то кчерыжку. Нет. Речь идет о том, что как бы фиксация есть, но при этом запястье максимально свободное. И нет этих прыжков. Еще раз возвращаюсь к тому, что вот от... всем пальчикам играете звук, но без прыжка. И это вырабатывается. Но за этим, конечно, надо следить. И, опять-таки, на очень простом уровне. На очень простом уровне, чтобы делать прыжков. И вот здесь уже, раз так, ну, уже выходим немножко из берегов в чистое Миккиранда, здесь, конечно, о программе. Лучше, проще, но чтобы мы успели на этом проще сделать элемент. А что касается конкурса, то это тоже действует. Я никогда не забуду, когда я в Италии играл на взрослом конкурсе, то есть следил с первого турня, прошел во второй. А в жюри сидел мой друг на этапе журнала одного известного немецкого гитар... Недали Георгию... Гитарум Лаута. Петер Кеткен. Да. Он сидел в жюри. Ну, значит, потом он говорит, ну... Он такой очень высокого роста. Ну, не прошел. Я говорю, ну, не прошел. Он говорит, ну, что ты взял эту форму? Хорошие функи. Проражение мне нравится. Ну, мог бы взять что-нибудь, где-то почувствовался чуть легче, и тебе было бы хорошо. И дальше все смогут быть совсем по-другому. Ну, ты вот решил всем показать. Ну, вот видишь, зажался. Я говорю, что не нравится. Так. Куди давать детям? Здесь немецкая история. Но детям не давать того, что они глотают с большим трудом или не могут глотать. Потому что это, в конце концов, произволит немножко такое ущербное впечатление. Какие-нибудь шестнадцатые становятся чуть-чуть менее того темпа, в котором они находятся. Зачем? Для чего-нибудь проще сделать это качественным и хорошим звуком. Это один момент. Да? Уровень сложности. Второй момент. Свободная программа. Надо с этим быть очень осторожным. Ну, как осторожным. Мы, вот, не снижаем за это баллы. Не снижаем. Учитывая, что, ну, конкурс детский. Как-то детей жалко, конкурс хороший. Ну, видны такие, все увлеченные. Есть такая лояльность в этом смысле. Ну, я лично, вот, я просто знаю, как на одном конкурсе в Киеве. Ну, хороший международный конкурс. Сейчас, не знаю, наверное, где я остановился. Я его делал в «Хармонии». Это солидный конкурс. Один, может быть, на таком территории Советского Союза стал первый такой солидный международный конкурс. Такой взрослый. С оркестром, в «Хармонии», в хорошем зале. И очень хорошо помню, как играл один исполнитель. Играл на втором туре. Играл очень достойно. Ну, в такой ситуации. Было впечатление, что вот в эти, там, 25 минут второго тура, он решил, как бы, запомнил бесами сплошными. То есть, он нас кормил пирожными, конфетами, тортиками, эквилерами. И он прилетал. Ну, председатель жюри, я и еще другие сентяги. Да, мы поставили ниже. За это. Потому что рядом играют полотна, играют сонаты, играют качественные эмоции. А это как бы все на бис. Это все симпатично на бис. Это не концерт твой, когда ты играешь на бис. Это программа. Где первое, где второе, где суп, где котлеты. Вот. К чему веду? У нас есть прекрасная гитарная классика. Музыка, которая качественно уступает нашей гитарной классике. А баронка. Ну, хорошо, там свиты баха, например, там еще маленькие. Но есть? Есть музыка. Мы ее знаем, да? Есть. А ринессанс? Почему это не играется? Очень жалко. Жалко. Пока не сбежали. Когда-нибудь надо будет этот бед. Уже начать бед. Ну, свободная программа. Не будем, конечно, мы это делать. Тем более, с детьми и с детьми не будем. Но это же момент такого... Это визитная карточка вкуса. И когда начинается... Ну, сплошняком такая развлекательная, приятная музыка только 20-го, 21-го стола, или 20-го столицы. Ну, это... Ну, немножечко... Это производит несовидные впечатления. У нас есть детский репертуар, барокко, возрождение и классика. Есть. И здесь надо искать и выбирать. И из этого делать интересную музыку. Вот. Мне кажется, это... Такое очень важно. Я не хочу вас обижать. Я надеюсь, не обижаю. Я так с друзьями и коллегами делюсь на болевших. Вот. Ну, и уж поле... Ну, и уже поле... Значит, мы пошли к концу, и уже такой у нас экскурс. Заодно, так же хочу сказать, часто происходит... Да, если... Большая вот... И большие, и дамы детей. Большие детей. Вот. Вы можете представить скрипача маленького, вот пять лет, шесть лет, семь лет, которому все спокойно, его педагог по по скрипке дают взрослую скрипку. Да? Он же там должен дать скрипку. Да? Там, наверное, не проверяется тогда. Легко там охватить. Это же... Это не указывает. У нас... Это сплошь и рядом. Например, в советское время. Да? Тогда даже вот эта легенда такую странно появилась. Якобы, гитары, наверное, у нас 12 лет, ручки маленькие. Ну, и хорошо. Тогда, может быть, они могли это говорить, потому что гитары были все большие, шиковские и ленинграды. Но здесь часто можно купить качественную маленькую гитару. А дети играют, во-первых, на большую гитару, во-вторых, на большом стуле. Да, это непросто. Но вот... Да, надо вот на... Может быть, даже с тобой привести маленький стул. Маленькому телу, маленький стул и маленькую гитару. Потому что, что часто происходит? Ну, правда, это их вопрос. Они задятся вот таким образом. Например, гитарок... Я в таких случаях очень люблю на музык-классы играть. Я вот... Причем они, знаешь, не сразу, они начинают играть. Потом они переходничка сжимаются. Потом они как-то гоняются, наглоняются. И вот здесь очень интересно взять его с поличным. Я говорю, стойте и застыньте! Добро сидите. Я говорю, сидите, сидите. Вот так сидите. Вот сейчас я у вас отниму гитару, а вы продолжайте сидеть там же. Ничего не меняет! Вы, простите, отлично можете представить, в каких позах эти люди, эти бедные тела оказывали на руку с гитарой вот так. Это ненормально. А если умеет много заниматься? А если он увлеченный? А если у него родители увлеченные, если педагог увлеченный? У него заболит спина! Надо будет лечить! Нет, нет, нет! Вынести гитару. Да? Вынести гитару сюда. Потому что, когда обещание находится глубоко по отношению к первой ноге, соответственно, наоборот, вынесено по отношению к правой ноге ближе к колену, лиф уходит как бы за человека. Что ему надо делать? Только повернуться. Что же делать? Вынести его сюда. Вот. Тогда нет необходимости. И наоборот. Глубже по отношению к правой ноге. Да, сражение. Две тряпочки можно использовать. Таких прорезин. Сюда и сюда. Да, это поиск. Это поиск. Это поиск. Но... Это тоже надо пройти. Вот. И... Ну, я завершаю. У нас все. Голос вкусилет. Прежде всего, скиданда. Давайте с любовью и терпением будем оцеливать наших деток на то, чтобы они захотели извлечь вот этот красивый, округлый сок. И делали это, чтобы им хотелось это прямо сделать. Как будто человеку, которому давно не давали попить, и он хочет пить потом. Вот он. Вот он. Спасибо большое. Друзья, два объявления. Значит, во-первых, состоит летняя гитарная школа Переелкина. Может быть, кто-то слышал, кто-то знает, а кто-то уже был. Значит, состоится она с 30-го июня по 4-е июля этого года в Переелкино, в резиденции нашей академии. Сейчас, конечно, с академией Неманина. В программе этой школы восемь концертов и три педагога будут вести мастер-классы. Это Томас Глюкейн, это профессор Майморская и Бринская и Матойи, Равшан Глюкейн и я. Концерты будут играть Равшан, Томас Глюкейн и я. Сергей Рудник, еще раз исполнитель, легкий читает, Матохин, Донас Тюбер-Перин, алисатор Гитмана, Сергей Рудник, программа «Насыщенная», это очень интересная, это первое объявление, и второе, вот плюмский конкурс, у вас уже есть флайл, первый сиротический конкурс клюмов, есть в Патронии, известный детский конкурс, и так, как расходит детский конкурс. Мне кажется, это очень уютно, не так уж и будут летом делом заниматься, и будут поэты. Мне кажется, я все рассказал. Дехнусь из Москвы, 25 февраля, состоится второй концерт международного фестиваля Дома музыки, гитара классики на рок, где могут играть Кристиан Саджесси, замечательный итальянский гитаристом, он будет играть на гитаре Ливи, здорово он играет, Роман Зорькин будет играть на блестящей гитаре, замечательной, очень свободной, он играет в очень хорошем звуку, будет играть на классической гитаре, Андрей Чернышов будет играть на лютне, в барочной гитаре, и кроме этого, он замечательно поет, будет петь на песне из старинных авторов. Все, спасибо.